привет кончик тут кушает что-то там смотришь тут у него я сделала творожок со сметанкой с сахаром вот не доела кончик до есть доест да все сегодня у нас были яйца с сыром на сковородке на больше у меня не хватает сил и уже подкупаться надо а я не поеду такая в магазин больная хотела вам показать кровать правда не убрана как всегда но это у нас семейная я и не ругаюсь если честно насчет этого вот покажу вам цвет вот такой он хорошее такое но видите чуть чуть темнее в моей кровати как мне кажется но совсем капельку у нее у зарочки больше такой в серый а у меня больше в бежевый цвет вот вот так этот регал мы потом ну стеллаж еще подвинем просто тут будут стоять опять сарны вещи которые стоят на данный момент еще тут так как папа болеет никто тут ничего не продолжает делать вот как только выздоровит займемся шкафом для зарочки чтоб наконец-то у нее вот это вот все тут всякие короче бедная зарочка она живет вот на чемоданах везде чемодана чемодана но кстати вот этот стул который мы в икее покупали но я думаю что идеально подходит к этому столу это простой стол как я говорила кстати вчера горосарочка выброси свою мусорку уже полное ведро ой дети дети вот и зеркало я думаю что все вместе неплохо смотрится тут у нее декорация вон мишки домики зимние я и дала но это домик неправильно стоит он должен стоять вот так так это окно мы еще до конца и не добили ли не успели заболели короче господи везде какие-то недоделки будут вот видите еще надо все подбеливать это у нас так мастера белили у нас в окнах видите как окна побелены и тут бело тут серо короче тут еще надо белить и белить и работать и работать но пока к сожалению все разболелись надо переждать и потом дальше начнем уже купила светодиодную ленту она будет идти вот с этого угла она будет идти наверх там внизу специально сделала розетку чтобы оттуда подняла поднялась светодиодная лента потом она будет идти вот сюда потом тут поднимется наверх вот сюда потом будет проходить вот тут потом она опустится вот тут вниз и получится вот такой вот большущий квадрат будет светодиодная лента который будет гореть в разных цветах вот она лежит запакованная Надо вот дождаться, когда руки дойдут. Ой, сейчас чихну. Ну, а как насчёт моей болезни? Ой, сейчас расскажу. Так вот, вроде как температура ушла. Температура нет, она диралась всего лишь два дня. Ну, как бы я не чувствую, чтобы я температурила. Может, там 37 с копеечками там. Ну, как бы я не замечаю. Но теперь у меня потёк нос. Течёт до Африки и вокруг всей планеты Земли. И чихаю, и насморк, и чихаю, и насморк. Короче, и у меня это продолжается уже третий год так. Сперва мне плохо, мне всё ломит. И у меня, как бы там, ну, температура. Потом это всё проходит. И у меня открывается насморк, слёзы. Вот это вот. Потом на протяжении трёх-четырёх дней продолжается вот эта вот вся песня. А потом я только выздоравливаю. Короче, какой-то сейчас грипп очень странный стал. Раньше всё начиналось, наоборот, с насморка. А сейчас всё как-то через одно место. Прям... Ладно, не буду шутить над этим. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро планеты Земля Думаю, тут просто так стоять одной перед камерой как-то скучно Возьму с собой Канчика Его задание было сегодня сделать, ну да, на сегодняшний день Сделать самостоятельно завтрак и принести в школу Я, конечно, понимаю, что бывают разные завтраки И в том числе можно, например, там самому сварить там кашу даже Или накрыть на стол, там колбаску нарезать там Ну прям завтрак сделать такой полноценный Ну знаете, у нас, к сожалению, практически нет ингредиентов Но есть чуть-чуть там колбаска с сыром и хлебушком Ну мне кажется, это прям ну совсем скучно Единственное, что у нас было, это вот Ну в принципе, так выглядит наш завтрак И мы непривередливые И нам этого хватает вполне каждому По два блинчика и всё Тем более в последнее время Ну я как бы заболела Конечно же, логично, что люди Ну аппетит пропадает Вот, у меня сильный кашель Если я переедаю, сами понимаете, да Что, ну не могу Ну не то, что переедаю, а если прям наедаюсь Поэтому я всегда там червячка заморю Лишь бы там, ну не лежать и не голодать Кстати, аппетит у меня не пропадает, когда я болею Вот у многих аппетит пропадает А у меня нет Как я ела, так я и ем Но в связи с кашлем Мне надо просто меньше кушать Потому что иначе у меня всё вылезет в другую сторону И я этого очень как не хочу Ну, уже не болят легкие Просто вот эта мокрота меня прям убивает И постоянно вот что-то там першит Что-то там не даёт мне дышать Но уже лучше Температура уже как два дня нет Но зато полились слёзы и сопли Вот Поэтому Теперь как бы с этим воюю Хотела на выходных поехать закупиться наконец-то для дома Ну там уже того не хватает, того не хватает Мы закупаемся как бы, ну Как сказать По тому, чего мы хотим покушать Вот иногда у нас такое бывает Что мы вот вообще не хотим Ни фруктов, ни овощей Вообще такого не покупаем А потом на нас нахлёстывает такая волна Что вообще ничего не хочется Кроме овощей и фруктов И вот так вот это как-то вот меняется На данный момент мой организм прям требует Яна, скушай манго Скушай там, не знаю, яблоко сочное Но этого всего у меня нет, к сожалению Отвезу детей сейчас в школу И потом, по-моему, у нас должны ещё где-то остаться яблоки Ну, в саду Я поищу Может быть там ещё остались пару яблок Которые можно слопать Каан, иди ты, одевайся, там собирайся Почему? Ну, потому что нам через 15 минут ехать Тебе ещё надо А зубы ещё чистить? А, два минуты Давай Пока ты там пойдёшь Две минуты, да Две минуты, да Давай Одну Пока Сарочка там тоже в школу собирается Вчера она не была в школе У неё сильно болела голова В основном у неё начинаются головные боли Ну, открываются головные боли Когда она начинает болеть гриппом Перед этим у неё всегда начинает болеть голова И, как вы думали, всё, она заразилась Ну, как-то, не знаю Вроде как бодрячком Ну, а так Ну, как всегда у меня котёл с ума сходит То он греет, то не греет То, короче, я не знаю Я говорю, у меня всегда какие-то, я не знаю, проблемы С которыми мы всегда должны бороться Ну, блин, котёл, что тебе надо Просто работать Просто делать тёплый пол Вот он прыгает, как хочет Вот, допустим, мы его установили там на 40 Он установлен на 40 Факт 20 Почему? Почему ты не держишь температуру на 40? Короче, я не знаю Позвоню сегодня в эту организацию И скажу, что что-то с мозгами не то у котла Что-то там не так Конечно, когда ты сходишь там, не знаю, пять раз на день И опять его разбудишь, этого котла Там, не знаю, выключишь, включишь Там поднимешь температуру на батарее Потом он начинает что-то там делать Потом вроде бы работает, работает Потом может такое быть, что он Если установлен на 40 Начинает по факту греть на 50 Ты думаешь, зачем ты греешь на 50? Тут дышать нечем Я же тебя установила на 40 Короче, вот так вот Я не знаю, что там вообще происходит Поэтому буду опять звонить на эту фирму Пускай приезжают и проверяют мозги Или переустанавливают Кто там кашляет? Кан кашляет Ну ничего Сегодня самый важный день В школе Сегодня последние контрольные проходят Потом они еще учатся По факту Понедельник, вторник Но если они заболели бы в эти дни Тогда бы это было бы не так страшно Потому что все контрольные написали Перед школой, как говорится Отчитались Можно и болеть В России У нас как бы Я не знаю, как это вообще по России Именно у нас в школе Это так, что Если, например Ребенок болеет Но Надо писать контрольную Если есть возможность Если ребенок не так Прям Как сказать Прям болеет Что даже двигаться не может Да, и у него температура там 40 Я не знаю Тогда желательно, чтобы ребенок приехал Хотя бы на контрольную Вот привез ребенка Ребенок написал контрольную И можешь его опять забирать Чтобы не пропускал Вот такие вот оценки Потому что Я не знаю, почему По какому закону Конечно, я считаю, что этот закон Конечно Ну Другого слова у меня нет Как сказать Тупой Что дети не могут Контрольную Написать Ну Как сказать Дописать Или Написать Когда, допустим Они Поболели в этот день Их не было в школе Но они пришли там Через два дня в школу И написали эту контрольную Нет Так нельзя Почему нельзя Почему это было возможно в Германии А в России это невозможно Вот И Тот факт Когда люди говорят Что ты говоришь только плохо о Германии А о России только хорошо Нет Я не говорю плохо, хорошо Я говорю факты Факты, которые меня тут, например, раздражают В России Почему не может ребенок прийти в школу После того, как он отболел И написать эту контрольную Вот Потом не хватает, конечно, оценок Так Так, например, у меня Сара Она Часто болеет Потом В связи с ее С ее Как же его называют Господи Дарм Дармэр кранкунг С ее болезнью С кишечником Вот Она Часто остается дома Когда у нее Сильная боль Колики Диарея Она дома остается И они пишут Например, какие-то контрольные В эти дни То По факту У нее нет оценок И в конце года Они говорят Мы не можем ей поставить оценку Почему? Потому что Ее не было на контрольных Да Ну тогда Блин, я не знаю Ну Ребенок болеет Не может Как-то решить Эту проблему По-другому Ну пускай Она эту контрольную Потом, как бы, напишет После того, как она Ну Выйдет Опять Придет в школу Я не знаю Я не понимаю этого И, как бы Над этой проблемой Надо работать Я это все Понимаю Ну и если В этом году Ну пока, вроде бы Оценки идут Где-то их мало Но они есть Будем Если что Будет Как бы Еще раз Такое повторится Что Не смогут оценить Ребенка То Простите Извините Я пойду И буду Жаловаться И говорить Что Есть Всегда Закон Для таких детей Да Его никто Не отменял Значит Если это Так То Надо Что-то Думать Придумывать Пускай Будет У Зарочки Потом Какая-то Отдельная Контрольная С другими Вопросами Чтобы Не было Такого Что Она как будто Где-то Как-то там Списала Я не знаю Чем они думают И как они думают Почему-то Это Все очень хорошо Функционировало Ну Или работало В Германии А тут Это как-то Не работает Иногда У меня такое Чувство Что Просто Присутствует Какая-то Упертость Вот Это так И все И хоть ты там Три раза Обернись Кувырком И Подпрыгни к солнцу Вот Как сказали Так и будет И все И точка Вот это вот Очень упрямые Но ничего Я тоже упрямая Поэтому Всегда будет На моей стороне Я буду добиваться Когда бьешься Какая-нибудь дверь Но откроется Все Хватит болталок На сегодня Влог закончу Увидимся Уже тогда Завтра Все Пока-пока До скорых встреч Дальше Спасибо за субтитры